Привидище, это Pacific Drive, это моя развалюха старенькая, которая немножечко так себя потрепала, ну как себя, это я ее потрепал, если ты не смотрел прошлую серию, то обязательно посмотри, куда, в какую вообще передрягу мы попали. Ах ты сразу, ааа, прям на него накатил. Стой, задний кот, ух ты, елки. Ну вот тачка повреждена. Куда, стой, 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 нет, нет, нет. Два раза. О, какая-то я рука. Нет, 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 вот сюда, налево, 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 быстрей. Капец. Снова эти манекены, маньячелы. Ой, зайцы, 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 нет, 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 только не они. Мимо. Не должны были прицепиться ко мне. Так, ну вот, я думаю, что мы тут сможем спуститься. Поехали. О, как хорошо. Аккуратненько, надо тихонечко. О, вот это я бахнулся. Все с тачкой, тачка вроде нормально. И лобовуху я в прошлый раз разбил. Короче, нам сейчас нужно порыться в мусорке, починить как-то нашу развалюху. Иначе, иначе так мы на новую вылазку не сможем полететь, поехать. Вот, держи, это с любовью. Нифига себе, спасибо тебе, мусорка. Две двери мне закинуло. Не каждый человек такой щедрый, а тут мусорка. Я сейчас их сразу и поставлю. Надо, короче, в этом компьютере поковыряться. В нем можно сделать расщепитель материи. У-у-у, звучит как-то жутковато. Станция снаряжения. Вот, вот она станция снаряжения-то, кстати. Короче, для этого нужно расщепитель материи открыть. И чтобы это сделать, нужно создать четыре шестеренки. No comments, я побежал. Верстачок. Шестерни готовы, подтверждаем. Патент заявлен. Изобрести что-нибудь новое после установки сканера зоны. Выходит, что эту фигню надо взять и где-то разместить. Скорее всего, где-то здесь. Ох, елки. Э-э-э, а! Это что, портал какой-то? Ух ты ж, елки-палки. Ох, расщепитель материи. Подожди, а может быть, я сюда, это, жемчужину бахну? Дай-ка схожу за жемчужинкой. Очень похоже на то, что оно должно размолотить. У-у-у, да! Она просто раздробила в щепки нашу мусорную жемчужинку. А, 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 а как это? Подожди. А в смысле ничего не было? Ты что, обалдел? Не понял. Откуда вот это барахло? Оно что, в ноги высыпалось, что ли? Сейчас, погоди. А, точно, действительно. Действительно, видишь, расщепляет и все выкидывает сюда. Фух. А я-то пересрался, думал, с той жемчужиной у меня ничего не перепало. Ну, это, конечно, другой разговор. Тут и батареечки всякие, да, нет. Зачем верстак? Я вот это хочу забрать. Это что у нас? Это палатный металлолом. Вот это голубая краска. Краска. А вот это, видимо, зеленое. Нет, цвет чая матча. Ну, короче, зеленое. У меня же еще в тачке я с вылазки привез с собой пару жемчужинок. Хочу их уже внутрь положить. Ага, все работает. И еще заодно я тогда сбегаю. О, консервочки какие-то повыпадали. И вот это тоже расщепляем. Ну, мусорные жемчужины оказались очень полезны. Что я тебе хочу сказать? Сколько у меня тут теперь мусора-то? Рычаг-кактус. Ха! Может, я в тачку какое-нибудь украшение сейчас забабахаю? Пойду-ка еще, гляну. Что я могу тут себе смастерить? Нужна же была станция отделки вообще. А не снаряжение. Поэтому есть она тут? Станция отделки. Большой шкафчик. Вот, кстати, хочу. Большой-большой шкафчик. Но нужно исследовать предмет лист стали. А вот она и станция отделочки. Открываем ее. И куда же мы ее установим? Станция отделки. Ну, естественно, конечно, где всякие красивые штуки у нас лежат. Туда и станцию отделочки. Как мне нравится, что тут все самостоятельно убирается и строится. Чума. Дай-ка залезу. Оу-е! Разбираться тут, конечно, придется. Это как для меня новый компьютер. Куча всякого барахла. Кстати, я же в прошлой серии руль себе нашел. Вот он у меня лежит. Пойдем посмотрим, какой у меня сейчас руль. Я его потрогаю вот так вот. Ох, какой старенький прикольный руль. Запомнили. Теперь я сделаю новенький. Руль звездолета. Это не то. Вот, руль со свалки. Установить. Рычаг кактус. Вот он. Установить. Ну-ка, пойдем посмотрим, как это все теперь выглядит. Ох, елки, это мой руль? Серьезно? А вон и рычаг кактус. Зашипись. Правда, все темно, не сильно видно. Я, конечно же, все сейчас это поменяю. Я такой барахольчик. Сейчас туда столько напихаю ненужного. Значит, космолет здесь есть. Антенка с радужной звездой. А где наклейки? Куда наклеились наклейки? Давай-ка в кабине посмотрим. Так. Вот песель. Можно ему бошку вот так крутить. Мой рычаг управления. И, конечно же, вонючка. Вонючка где-то тут. А, вот. Летающая тарелка, которая похищает тачку. Это вонючка. Ты представляешь? Ну, как же так-то? Я посмотрел наверху. У меня тут плафончик есть. Как я про него вообще не знал? В своей-то собственной машине. Короче, вот как это все теперь выглядит. Так лучше все видно. Ах, хорошо-то как. Вернулся к нашему фабрикатору с вопросом, а давай-ка мы все-таки шкафчик сделаем. Перемещаемся в этот раздел. Переработанные ресурсы. Вот он, лист стали, который нужно изучить. Но для его открытия вначале нужно исследовать лампочку. Что я сейчас и делаю. Ничего себе, как она вылетела. Схема лампы. Ага. И вот теперь-то я могу большой шкафчик забубегать. Иди к папочке. Куда мы тебя установим? Даже несколько точек есть. Туда-сюда и на улице где-то. Ничего себе. Ну я тогда вот тут вот, поближе к авто. Вот это я понимаю ящичек. Вот и место сразу добавилось дофигаще. Также в нашем фабрикаторе можно изучить стальные панели. Мы как раз еще и для этого исследовали лист стали. Поэтому стальную панель изучаем. Что? Куда она выпала? А, о! Можно и стальной бампер изучить еще. Тачку сейчас улучшим. Если деталей охватит, конечно же. Стальная дверь. В принципе, у меня всего хватает. Ну вот где наклеечки-то. Ну вот, другое дело. Уже вид начинает иметь. Ну, ты глянь. На армуз. Это снимаем. Это надеваем. Вот так-то. Так, ну и перед выездом я хочу попробовать запустить сигнальную ракету. Я так полагаю, что вот у меня их четыре штуки, и они будут запускаться. Проверяем. Нормально. Освещает просто как днем. Но светит она, конечно, не сильно-то и долго в небе. А потом падает. Ну и там уже похитители могут за ней сгонять. Значит. А, нет. Тратятся не эти. Бракетницы свои патроны, получается. Куда же я поеду в этот раз? Ну, наверное, куда-нибудь поближе. Типа сюда три часа всего-то на все. Непривычно, что вместо руля у меня рычаг космолета. Как на Тесле. Блин. Там молния. Эй, эй, эй. В смысле я открыл... На меня заяц, что ли, прыгнул или как? Да нет, вроде нет, зайца. Да что ж такое-то? Че открывается-то у меня? У меня все открылось. Закройте, пожалуйста. Очень странное какое-то явление. Добрались, наконец-то, до первого ядра. Там уже и следующий неподалеку. Сейчас будем его выдергивать. Все, валим, валим, валим отсюда, пока нас не накрыло. Чем-нибудь стремненьким. Пока тишина и спокойствие. Это очень... А, нет, не совсем тишина и спокойствие. Ежики электрические. Ну, я машину не завел. Но, походу, меня это не сильно спасает. А, это заряжайка. То есть, в принципе, он аккумулятор мне заряжает. А ну, подожди. Вот так вот. Заряжай мне машину. Сейчас я посмотрю аккумулятор. Показывает, что уже почти 50%. Ништяк. Молодец. Спасибо. Теперь пошли ко мне в багажник. Я тебя потом, если что, надо будет, достану. А, его нельзя в багажник положить. Только носить в руках. Эх, блин. Ну, еще можно его просто ставить на тачке. Если он, конечно, не попрыгает от меня. Это, конечно, круто, что у меня пока что есть источник энергии. Но, этот заряжайка может сломаться. У него тоже есть там ХП. Вот. В общем, поехали. Я надеюсь, от этого заряжайки у нас не полетит все в тартарары. Он прикрепился и на крыше у нас очень хорошо. Можно даже теперь свет везде включить. И не париться, что у нас сядет батарейка. Даже фары теперь можно не выключать с этой заряжайкой. Не очень... Что-то я увлекся немножечко. Надо поскорее плазму вытащить. Все, обезвредили. Это ядрышко вызвало манекенов. Как они тут называются? Туристы. Их теперь тут довольно дофига. Надо осторожничать. Куда мы дальше едем? Значит, ядра мы забрали. Там пила еще. Надо быть очень аккуратным. Попробуем объехать их тихонечко. Блин, а там эти... Тоже аномалии, которые могут мою тачку сейчас заставить делать разные ненужные штуки. Все, вроде бы проехали. Отлично. И едем теперь просто по дорожке. Если мы тут ничего интересного не встретим, конечно. О, чинилка, по-моему. А, нет, это этот. Почта мат. Давай посмотрим, что тут у нас. Попробую теперь, короче, вот так вот напрямки проехать. Не знаю, выйдет у меня что или нет. Тачка-то у меня все-таки не для оффроуда. Но... Рано или поздно начинать-то надо, правильно? Посмотрю, хоть как мой космопес башкой вертит. Смотри, какую штуку нашел. Это же трамплин, да еще и с аномалией толчка. Надеюсь, я тачку себе не сильно раскрочу. У-ху! Нормаленько! Вот это я понимаю. И мы уже почти доехали до домов. Вот эта вот искорка меня не... А, это заряжайка прыгает тут. Ну, слушай, заряжайка, иди ко мне. Иди ко мне, заряжайочка. Прям ко мне летит. Отлично, молодец. Теперь у меня две заряжайки. Так что можно одного распилить. А, погоди, а где... Наверное, это мой заряжайка упрыгал от меня. Или... А, вот мой заряжайка лежит. Но брать я его не буду, потому что он только меня шибанет, и я сдохну окончательно. Что вот это такое? Что за постройка? Пункт подзарядки. А-а-а. Можно заряжаться тут. В принципе, тут энергии достаточно. Еще и почтомат. Зашибись. Можно распилить одного зайца. Заряжайку. Так, так, так. Батареечки в основном. И бежевая краска. Поехали отсюда. Плазму добуду тогда, когда... Смогу найти газовый баллон, чтобы сделать... Блин, опять капот открылся. Чтобы сделать отбойный молоток. И, кстати, этот заяц не очень удачно тут прилепился на лобовое стекло. Нифига ж не видно. Надо аккуратно его объехать. Этого туриста. Что у нас вот тут вот? Грузовичок можно распилить. Еще один турист рядышком с ним стоит. Что ж, можно и тачки пооткрывать. Может в багажниках газовый баллон найду. Нифига себе, сколько тут барахла. Это что? Кустарная фара. Что-то тут... Что-то тут произошло. Так, кустарная фара. Мне это все, правда, не влезет. Все, забрал, что смог. Как бы это грустно. Кстати, бампер этот можно, в принципе, и распилить. Он нам не нужен. Сейчас еще посмотрю, что тут в тачках есть у нас. Давай, открывайся. Ой-ой-ой, как я близко к аномалии-то подобрался. Так, а нас, получается, уже накрыло, да? Верно же? Покажите карту. О, да, нас накрыло. Причем, прилично так накрыло, я тебе хочу сказать. Это очень огромная аномалия. Смотри, что происходит с тачкой. Аномалия ее потихонечку пожирает. И если я сейчас вылезу на улицу, то я 5К облучение радиации получаю. Так что лучше я, пожалуй, в тачке посижу, пережду этот момент. В тачке, конечно, легче от этого всего не становится. Ее тоже коребит, ломает. И, слушай, по всей видимости, мне надо отсюда убираться. Я тут не могу слишком долго находиться, потому что все, капец. Ну что, надо этого энергайзера, короче, пилить. Он нам тут больше не поможет. Смотри, кольцо безопасности сузилось до нереальных размеров. Ну что, хочу сказать. Нужно, короче, активировать врата и валить отсюда. Тачку так конкретненько уже пожрала радиация. И я принял правильное решение валить отсюда. Главное, чтобы сейчас колесо не отвалилось. О, нарушена защитная способность автомобиля. Вообще шикарно. Короче, все, активируем врата. В общем, я лоханулся по-конкретному. Выезжаю на дорогу и топим. Топим, топим, топим как можно дальше. Главное, чтобы колесо не отвалилось. Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Давайте врата, блин. Вот. Ух ты, блин. Колесо, что ли? Нет, это не может быть колесо. Запрыгиваем сюда и активируем врата. Все-все-все-все-все-все-все-все-все, поехали назад. Срочно назад. Прям вот сюда, вот в горочку, интересно, я заеду? Нет? Я сомневаюсь, конечно, но попробую. О, это плохая идея. Очень плохая идея. Я тут, походу, кони двину. Взять разгончик и заехать тут. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай, малышка. Ты можешь, я знаю. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. А, хорошо, хорошо. Едем, 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 едем. Чуть-чуть осталось. Здоровье-то, как у меня, убавляется быстро. Слишком быстро. А что так быстро-то убавляется здоровье, блин? Ну, у мальца осталось доехать. Давай! Ну же! Близко, уже, 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 уже. Фу, какое облегчение, а. Я думал, я все. Вторая вылазка, я чуть не подыхаю. В обморочном состоянии, выбираясь из этих аномальных зон. Короче, что хочу сказать. Нам нужен ребрендинг. Спасибо. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что хочу сказать. Я тачку всю перекрасил. И теперь выглядит все очень даже ничего. Просто кажется, что очень старенькая тачка. А не как ранее было собрано из ковна и палок. Из того, что было на мусорке. Я же еще значочек новенький нашел. Давай посмотрим, как он будет выглядеть у нас. Что там вообще за значок? Пламенная шина. Установить. Ну-ка, ну-ка. Ну, ничего себе, под цвет я покрасился. Вообще огонь. Не тачка, а пламя. Я теперь, короче, хочу себе колеса новенькие. Сделать мощные. Что там для этого нужно? Так вот. Грязевая шина. Могу исследовать. Так что я это сейчас и сделаю. Что для нее нужно, для этой грязевой шины. В принципе, я все могу сделать. О-о-о-о. Тачка даже как-то поагрессивнее стала смотреться. И больше походить на джипы вездеход. С такими-то колесами. Короче, написано, что грязевая шина имеет очень хорошее сцепление на мокрой и грязевой дороге. То есть, их следует одевать только тогда, когда ты собираешься в такую местность. А в остальных случаях лучше использовать другую резину. Сейчас пойду посмотрю, какие еще шины вообще бывают. Грязевая шина, вездеходная шина, непробиваемая шина, грибное колесо, шины с супер сцеплением. Короче, я так полагаю, что мне вездеходная шина нужна. Чтобы с ними не заморачиваться. То есть, она будет везде ездить. Но чтобы ее открыть, нужно кучу всего изучить. А пока что я лучше открою станцию снаряжения. Я там смогу себя обгрыживать. Куда ее поставим? А, вот здесь надо. Как земля-то трясется, когда я что-то строю тут. Швейная машинка? Серьезно? Я что себе? Я тут ботинки буду шить? Ну-ка. Заземленный свитер, заряженные ботинки. Заряженные плазмой ботинки амортизируют падение с большой высоты. Так, а заземленный свитер, погоди, обеспечивает какую-никакую защиту от электричества. На первое время сойдет. Угу. Обычный рюкзак. С парой новых карманов. Для быстрого доступа к предметам, а также с дополнительным... Вот, рюкзак нам нужен по-любому. Я его делаю. По поводу радиоактивности и прочего, вот я бы хотел что-нибудь... Но для этого нужен свинец. Я его еще пока не достал. Ладно. Сделаю еще заземленный свитер и, походу, это все, что я могу тут сделать. Итак, открываем мы... О, ну реально, места стало больше. Мне зря рюкзак сшил. Ну, а свитер мы проверим уже на вылазке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!